Первый том книги «Открытым оком» вопрос номер 178. Тема «Проповедь благовестия». Почему на ваших занятиях далеко не полная аудитория, всего около 70 человек, а может быть 250, хотя много было расклеено объявлений и по радио неоднократно реклама была. А у отца Михаила Капранова в два раза больше народу, хотя никакой рекламы не было, не считая скромного объявления на двери в церкви, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 1 по 14 стихи. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное, подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их, и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. У нас все точно по Евангелию, а в отца Михаила широкие врата и пространный путь. Ни один из его слушателей, по нашим меркам, основанным на Евангелии и канонах, не будет сразу принят в нашей Кристаллижинской общине города Барнаула, РПЦЗ, даже в оглашенное. У нас оглашенные приходят полный курс занятий, около 550 часов, изучая весь Новый Завет по толкованию святых отцов и у каждого оглашенного два поручителя, помогающих и наблюдающих за ним. Накануне крещения весь церковный совет, 10 человек, и два поручителя решают допускать их до крещения или нет. И хотя наши решения носят рекомендательный характер, а все в воле священника, он просто так запросто от нашего решения не отмахнется, иначе будет наказан. И не нами, а теми, кого он допустил до крещения. К сожалению, такое уже было несколько раз, так что он стал более внимательным к нашим рекомендациям. В нашей маленькой общине, образованной с нуля 74 взрослых и 16 детей, и все до единого крещены в полное троекратное погружение. У нас нет ни одного безбородого или крашеного, нарушающего посты каноны церкви. В нашей книге «К истинному православию» в главе «Истории нашей общины» в 49 позициях описано то, чего нет в других церквах, в том числе и у отца Михаила. У нас уже есть и практический опыт. Несколько человек из его приверженцев приняли у нас крещение, и они с ужасом вспоминают то время, когда они были у него. Он их ничему не научил, они топтались на одном месте и держались за его ряску. Есть люди, которые из нашей общины перешли к нему, и мы видим страшную трагедию этих лиц. Они полностью деградировали, стали совершенно мирскими людьми. Живут в беззаконных гражданских браках, по несколько раз женятся при живых сожительницах. Крашеные не соблюдают посты, женщины в брюках, мужчины курят, и на пропалую лгут, не боясь нисколько греха. К таким пастырям Иван Златоуст говорит, Чтобы попасть к нам в общину, уходят месяцы на знакомство с нами, прежде чем первый раз кто-то получит разрешение побывать на богослужении. У нас полная отдаленность от мира. Во время богослужения двери ограды, где находится храм, заперты, а в ограде постоянно находятся дежурные во избежание попадания посторонних. У отца Михаила проходной двор, улица. Я сам видел, как мужчина зашел у него в храм с собакой и дымящейся папиросой, и мне пришлось звать священника, чтобы вывезти его. И, похоже, сделал это я зря, потому что тут же в храме меня обложили. Баптист пришел, командует тут, иди к себе и там наводи порядок у своих баптистов, еретик, раскольник. Нужно сказать, что у отца Михаила миллионы, а у нас единицы. Притом, из принявших у нас крещение после длительной катехизации еще отпадет третья часть. На оглашенные из Эдити у нас всегда выходит десять и более человек, а у отца Михаила ни одного за всю его жизнь. И даже маленькая записка на дверях церкви не нужна. Зачем кого-то учить, когда все уже крещенные, в кавычках. Лагеря и тюрьмы, вся криминальная хроника – это плоды церковной полноты, в кавычках отца Михаила. То ли еще будет. Его прихожан мы приглашаем посетить наши занятия и отвечаем на все их вопросы. За эти годы мне поступило более трех тысяч вопросов. И какого бы провокационного характера они ни были, на все до единого был дан ответ. Но когда наши люди приходили к нему на занятия, то после первого же вопроса он вскипал, вызывал их встать, при всех лгал на меня, что я не признаю Божию Матери и прочее, и стреском выпроваживал их из зала, бросая вдогонку «Вот они какие, Игнатьевцы!». Современных священников, если снять ряску и оторвать от епархиального корыта, и не давать им храм, то они будут стоять подобно идолу безгласному, бесталанные и потерянные. Послание Иеремии, 1 глава, 8-69 стихи. И как бы для девицы, любящей украшения, берут они золото и приготовляют венцы на головы богов своих, как пугало в огороде ничего не сбережет. «У нас мало, но это рожденное. Там много, как в нынешних абортариях, нет крещения. А идет жуткое оболванивание приходящих, и при том за деньги. Там удушают людей у купели». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!